Всем привет дорогие друзья, это снова ТОП ДПС, с вами как всегда Вайты и Лемур, привет Лемур. Ты вспоминал как меня зовут? Я думал может быть пошутить, но решил не шутить. Тогда привет. Сегодня у нас замечательный персонаж, очень и очень интересный, он всего лишь 80 уровня, я думаю уже многие поняли что это за персонаж, а многие просто прочитали название этого ролика. И да, у нас сегодня инспектор, это третий саб-класс у куриц, это на самом деле вообще баффер, но у него достаточно своеобразные и достаточно интересные баффы. Лемур, что думаешь по поводу этой курицы? Ну собственно это баффер, но поскольку у него очень мощные есть баффы, которые прибавляют по 50% физатаки, то из этого может получиться что-то интересное. Ну а я думаю давай тогда не будем тянуть и сразу начнем, но перед тестами как всегда реклама. Новый пвп проект Vortex X1000 от LastDream.vs. Хроники Hi-Fi доступны внутриигровой магазин, получай фан по полной. Открытие 1 октября, ссылка есть в описании. Так, ну что, для первого теста у нас достаточно простой уже наборчик, это Венера рарный сет, потому что это лучший для ДПС сет. Если нам не нужно разгонять наш шанс критической атаки, а собственно нам не нужно, мы будем пробовать вначале со скиллов. Пояс естественно тоже на скиллы, пушка на хаст, на тьму и вроде как больше нам ничего не нужно. Стандартный лоу баф, и Лемора, если ты готов, то в принципе, наверное, можешь уже давать счет. 3, 2, 1, бафер. На самом деле, очень долго кастуется у нас аппетит, и очень долго откатываются скиллы. Многие, конечно, могут сказать, почему так мало скиллов для выбора. Да потому что их просто нету, это полностью бафер, у него нету совершенно магических скиллов, у него всего лишь 3 физических скилла, которые точатся, остальные они с первой профессии, грубо говоря, и вряд ли получится надамажить чем-то еще, помимо вот этих скиллов. Наверное, все-таки это не самый лучший персонаж для вот именно такого теста, основной его потенциал будет именно с автоатаки, но вроде как дамаг был не самый плохой, Лемора, что скажешь? Достаточно неплохой дамаг для скиллов. С учетом того, что мы в лоу бафе, но это да, это правда здорово. Ну и у многих тоже вопрос возникнет, почему у нас нету штрафа на 80 уровне, про уровни, потому что у нас руна кристалла 5 уровня. Три, два, один, стоп. 59 тысяч хп осталось. 59 тысяч хп, с учетом того, что мы очень долго кастовали аппетит, его надо немножко пораньше нажимать, и с учетом того, что у нас скиллы не успевали откатываться. По-моему, это весьма неплохой результат, это как-то прям даже немножко меня удивило, я думал, будет гораздо все хуже. И сколько это выходит ДПС в цифрах? ДПС в цифрах выходит 962 урона. Я на самом деле очень сильно удивлен такому дамагу, потому что, зная то, что с руки наверняка она унесет гораздо больше урона, чем со скиллов, но это мое предположение, то, возможно, даже на лоу бафе ты меня убьешь. Нет, я не думаю, что на лоу бафе я тебя убью. Ну, значит, я переоценил немножко инспекторы. Может быть и нет. Давай это проверим и посмотрим, что у нас выйдет на деле. Так, ну что, мы переоделись в Элегию. В принципе, Лемур, если ты готов, то давай счет, и мы начинаем. Три, два, один, поехали. Так, ну криты не очень больш... Ё-моё, а почему криты разгоняются? Первый крит был 1000 урона, следующий крит был 1700, а сейчас вообще до 3700 дошла. Насколько я понимаю, это работа нашего дебафа Спайт, который выкидывает еще тоггл, который тоже увеличивает силу крита по тебе. Или как ли, Мор? Ой. Что это за урон? Что это? 22 секунды и 7 десятых? Что? Что это за читы? В смысле? Лол? На лоу бафе 22 секунды? Сколько это ДПСов в цифрах? Прожди, сейчас проверю. 5109 урона. Это топ-2 на лоу бафе. 5109 урона на лоу бафе? 100 урона не хватило до Дестроера. Это очень жестко. Это очень жестко для персонажа 80 уровня. И попадает который не каждый удар, это тоже видно. Мы даже для этого бафнули специально Дэнс и баф на точный, чтобы хотя бы нивелировать эту разницу. Но это просто какой-то дикий урон. Лол. Что же будет тогда на фул бафе, Лемор? Это топ-3 гарантированный. Неожиданно курица 80 уровня, которая заведомо проигрывает, будет находиться в топ-3 100%. Так давай проверим. Давай. Ну что, переходим к топовому бафу. Мы решили одеть в этот раз Элегию вместе с пушкой на хаст. И вроде казалось бы, что шанс крита у нас не максимальный, но все-таки не забываем про аппетит, который увеличивает этот шанс крита, и мы практически упираемся в кап. Так что я думаю, этот выбор будет самый результативный. Собственно, мы сейчас это и проверим. Лемор, так что я думаю, если готов, то можешь давать счет. 3, 2, 1, поехали. Так, ну что, смотрим, какие у нас... Что это, лемор? 10 тысяч криты, что это происходит? Что это, лемор? 6 секунд и 9 десятых. Что это было? Не хватает просто времени сказать, какую-то мысль выразить, а тут не хватило времени закончить предложение. Я думаю, то, что ДПС у нее было бы гораздо выше, если бы мы тестили тебя с большим количеством хп, потому что у инспектора криты увеличиваются со временем. То есть, первоначально крит у нас 5000 урона, но после того, как вылетает от огла, то криты резко увеличиваются. И в конце мы наблюдали такую картину, то, что криты у нас становятся аж по 10500 урона. Это очень много. И, лол, я даже не знаю, что делать, но, по идее, правила-то едины для всех. И в концепте данных, тестов, нужно, конечно, оставлять, как оно есть. Сейчас мы имеем результат 6 и 9. И сколько это у нас в цифрах? 16764. 16764. Это очень много. Слушай, это случайно не первое ли место? Это первое место. Он обогнал паладина на 10. Что это за выпуск такой, а? Мы только приступили к тестам, и мы уже на первом месте. У нас еще есть какие-нибудь тесты в запасе? Может, на улучшение результат до 5 секунд? Я думаю, то, что улучшить результат уже практически невозможно, из-за того, что ты умираешь гораздо быстрее, чем инспектор начнет себя проявлять. Это очень жалко. Но я думаю, то, что мы попробуем сделать еще несколько тестов. По крайней мере, у нас есть варианты. И следующий вариант, это будет тест с двуручным оружием. Лемур, давай исчет. 3, 2, 1, поехали. Так, ну, криты пока что не очень большие. Вот сейчас начали криты быть большие, и, скорее всего, то, что... Ё-моё, я ничего не успею говорить. Я просто слежу за критами. Но мне показалось, что криты были поменьше, а скорости атаки с двуручным оружием ну, тоже тупо меньше. Что, Лемур, по ДПСу? 6,9. Тоже 6,9? Тоже 6,9, да. Это с учетом того, что она бьет медленнее, и плюс у нас нету пассивки на двурук. Это как? Что происходит с этим классом? Я не понимаю. Тоже 6,9. Тот же самый ДПС. И этот ДПС опять-таки остается на первом месте. Лемур, есть у тебя какие-нибудь еще идеи по разгону ДПСу этой курицы? Может, дадим тебе второе настоящее крыло, и ты превратишься в летающую курицу? Ты сейчас намекаешь на трансформа? Да. Козырь некоторых классов. Ну, давай, давай. Опять-таки, я думаю, то, что мы в руки возьмем рапирку на скорости атаки, и посмотрим, что же сможет нам показать трансформа. Лемур, если готов, то давай счет. Три, два, один, поехали. Так, ну что, криты у нас по два... Две с половиной секунды. Два и шесть. Хорошо. Что? Сейчас бы не успеть завершить слово. Вот это топовый ДПС. Вот это я понимаю. Да что это? 44 458 урона. 44 458 урона. Вот это безобидная маленькая девочка. 80 уровня. Баффер. Третий сап. Это даже не основной класс. Что это было, лол? Это топ ДПС. Однозначно, это топовый ДПС. Это, ну, просто безумный ДПС. У меня не укладывается, как такое вообще могло получиться. Вот такой у нас вышел короткий ролик. Я надеюсь, что я смогу его во время монтажа немножко растянуть и ставить всяких штуточек от Лемура. У нас Лемуру умеет шутить в перерывах между записями. Но в целом этот выпуск вышел одним из самых эмоциональных, потому что мы это писали все с первого дубля и до конца сами не подозревали, какой же ДПС будет. Это очень жестко. Я на самом деле, я просто поражен таким числом. И даже без трансформы этот класс мог обогнать практически все классы. Да не то, что практически, он обогнал все классы и был бы все равно на первом месте. Это очень жестко. Лемуру, что скажешь по поводу этого выпуска? Мало того, что он обогнал все классы, он обогнал предыдущего лидера более чем в два раза. Так что, если вам тоже этот ролик понравился, обязательно ставьте лайки, потому что как мы наберем 500 лайков, мы сразу же приступаем к записи следующего видео. А в следующем выпуске у нас будет... Светлый бледный танк, который ничего не нанесет по сравнению с инспектором. Но я не стал бы таким критичным к ТК. Я думаю, ТК все-таки сможет нанести какой-либо ДПС. И я даже думаю, что это будет не самый плохой. Да, это, конечно, не инспектор, но все-таки, мне кажется, будет достаточно интересно. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. И результаты вы сейчас можете видеть на своих экранах. Да, результаты очень странные и очень неожиданные. Но это ТОП ДПС. Ну и также не забывайте в комментариях оставлять свои предположения, кто же все же будет на первом месте по итогу записи всех классов. Ну а с вами, как всегда, был Вайт и Лемур. До скорых встреч. Пока-пока. Всем удачи. Если нам не нужно разогнать... Если нам не нужно разогнать наш шанс физический... Если нам не нужно разог... Если нам не нужно разогнать... Фу ты! Продолжение следует...